Война это не оружие. Война это состояние отношений в обществе. Это первое и главное. Это генерал Головин. Более того, война это состояние культуры. Когда человек наделяет себя правом уничтожить, он так решает проблему. Вот молодой человек сказал о том, что там не любят Украину. А кто ему это сказал? Что там не любят Украину. Я так и сказал? Вы просто башите, я такого не сказал. Нет, нет, вы не поняли. Я навпаки сказал, что там больше людей, которые любят Украину. Андрей Васильевич, об этом говорил наш зритель. Вы не до меня задайте, это вы до того. Что вы так зарядились. Потому что вы просто неправда говорите. Я так реагую на неправду, понимаете? Вы сказали, те, кто против Украины. Я сказал, что там меньшинство таких. Вы, наверное, плохо слушали, понимаете? Ну дослушайте меня, пожалуйста. Так вот, послушайте, в это время происходит ряд событий, о которых просто нужно думать. Если, во-первых, действительно Донбассе не получился, да и не мог получиться проект Новороссии. То, что очень хотелось Путину и тем советникам, которые просто не понимали Украину. Но что там начинается дальше? Там идет поиск новой идентичности. Меня, например, на самом деле, да, в большей степени волнует то, что там возникает иное украинство. Субкультура? Ну, это отдельный разговор. Проблема в том, что там очень много людей, в том числе и тех, кто втянулся в сепаратистский процесс. Я не об агитах с Моторолами. Я тех, кто считает, что он понимает, что делает поэтому с оружием, и тех, кто их поддерживает, те самые тысячи. Там возникает другая Украина. Она может быть совковой, полукриминальной, какой угодно. Но проблема-то в том, что эти люди считают ненормальными эту часть Украины. Понимаете меня? И это не проблема, кто кого убьет. Это проблема, сможем ли мы сейчас, выйдя из войны, каким-то образом договориться о мире, поговорить о единой новой Украине. Какой-то. Если таких людей меньше, то можно заговорить, а таких людей меньше. Это не решается эмоциями и резкими словами. Те люди, которые за Новороссию, и те люди, которые поднимали сегодня папоры, они должны быть въязанными. Я хочу завершить, просто еще раз поддерживаю. Оксанова, главная задача выхода из войны, это социальное, а не территориальное единство. Если мы обеспечим социальное единство, территория вернутся. Социальное и экономическое желание, а не в русском культурном плане. Послушайте меня. А вот если мы обеспечим социальное единство, и ему нужно еще научиться это годы, территории, имущество, дороги придут сами. И Оксанова, в этом сказать, главный вопрос, это только может культурная политика. Продолжение следует...